Запор это состояние, при котором у человека кишечник опорожняется три раза в неделю и меньше. Либо даже каждый день, но при этом человеку приходится постоянно натуживаться. По данным исследований, 36% людей по всему миру страдают от запора. Обязательно досмотри этот ролик до конца, где я расскажу пошаговую инструкцию, как наладить свое пищеварение и не мучиться от запора. Что вызывает запор? Смотрите, человек что-то скушал, у него пища попадает по пищеводу в желудок, а далее в толстую кишку. И затем, когда пища достигает толстого кишечника, толстый кишечник начинает активно всасывать воду, и пища превращается в кал. Она становится такой твердой консистенции. И к моменту, когда пища достигает тонкого кишечника, она уже твердая и должна быть калообразная. Но проблема в том, что если в толстом кишечнике кал будет двигаться слишком медленно, если, например, у вас есть нарушение пищеварения и перистальтики, то всосется огромное количество воды, а кал при этом будет твердым. И все дольше и дольше будет двигаться по кишечнику. И пока он достигнет тонкого кишечника, у вас пройдет несколько дней. Это и называется запор. Запор, то есть это избыточное поглощение воды до того, как кал достигнет тонкой кишки. Надеюсь, понятно и наглядно. Ну а если вашего знакомого когда-то мучил запор, далекого знакомого, которого вы не знаете, обязательно поставьте лайк этому видео. А сейчас я расскажу неочевидные причины запора. И первое – это питание. Если у вас есть проблемы с потреблением растительной клетчатки, то будут проблемы с консистенцией кала. Второе – это психоэмоциональное перенапряжение. Например, вы поссорились с близкими, либо наврали своей жене то, что поехали в командировку, а на самом деле у любовницы, и стрессуете по этому поводу, у вас будут проблемы со стулом. Третье – это малоподвижный образ жизни. Дело в том, что у нас есть мышцы тазового дна, которые, к слову, нужно качать абсолютно всем. И если вы мало двигаетесь, то будут проблемы с перистальтикой, будут проблемы как раз-таки с отхождением стула. Следующее – это синдром раздраженного кишечника. Причем воспаление кишечника, оно обычно чередуется. Диарея и запоры. Следующее – это поражение прямой кишки, например, на фоне геморроя. Люди, которые не обращают внимания на свои геморроидальные узлы, анальные трещины, рискуют тем, что запор будет хронический. Ну и немаловажным будет напомнить о раке толстой кишки, когда кал начинает выделяться тонкой струйкой такой, лентообразной, причем имеет примеси крови, а человек имеет бледный цвет лица. В этом случае обязательно пройдите гастроэколоноскопию для исключения онкологии. Сейчас расскажу основные симптомы запора. Как будто кто о них не знает, это же отсутствие стула, док. Но на самом деле человек должен опорожнять свой кишечник два или один раз в день. Это абсолютно нормально. Но когда вы начинаете опорожнять свой кишечник менее трех раз в неделю, это уже тревожный звоночек и говорит о запоре. Поэтому первый симптом – это опорожнение кишечника менее трех раз в неделю. Либо если вам приходится очень сильно тужиться и при этом возникают боли и рези при актидификации. Кстати, как понять, что вы тужитесь? Это если вы в туалете проводите более трех минут при актидификации. Поэтому ходите в туалет с секундомером. А еще есть неочевидные симптомы запора, такие как общая слабость и раздражительность, а также которые сопровождаются вздутием нашего живота и болезненным актом дефикации. Друзья, если у вас есть проблемы с актом дефикации, запором, либо наоборот жидкий стул, я рекомендую вам проверить свое состояние через медбота. 25 врачей специально создали эту платформу, которая надежно поставит диагноз на основании ваших симптомов, проверит ваши анализы и напишет список лечения и обследования. Ссылка в описании. После длительных запоров может возникнуть недержание стула, которое называется энкопресс. Кстати, такое состояние бывает даже у беременных, когда стул начинает вываливаться, потому что сфинктеры смыкаются неплотно. Поэтому держать себе стул долго и мучиться от запора долго может привести и к такому состоянию. Следующее состояние очень гадкое, называется капростаз. Кстати, такое бывает у пожилых людей, когда каловые массы становятся настолько твердыми, что перекрывает просвет кишечника. И, к сожалению, это убирается уже только хирургическим путем. Бывает какая-нибудь генетическая предрасположенность к запорам? Да, конечно, бывает еще и генетическая предрасположенность к запорам. Если у вашей бабушки, мамы, либо папы, ближайшего родственника был когда-то запор, и еще и установлена причина, ну, она же может быть разная, может быть доброкачественная опухоль, может быть злокачественная опухоль, то вероятность того, что у вас будет то же самое, она, конечно же, выше, чем у другого человека. Поэтому обязательно, если у родителей есть такая проблема, нужно и самому тоже проверяться. Итак, как справиться с запором в домашних условиях? И первое, что я рекомендую сделать, это, конечно же, обратиться к доктору. Но если запор уже хронический, повторяется очень-очень много раз, поэтому одной из методик может быть самомассаж. Это Григорий, мы сейчас с ним будем самомассажироваться. Что надо сделать? Положить руку под ребра с левой стороны и круговыми движениями двигаться медленно вниз живота к ноге, плавно перемещаясь к правой стороне и также поднимаясь плавно наверх к ребрам. Вот так вот необходимо повторить 10 раз. Это улучшает перистальтику и отхождение кала. Следующее, что можно использовать, это грелку. Но обращайте внимание на свое состояние. Не должно быть в кишечнике и желудке никаких воспалительных процессов. Грелка поможет улучшить перистальтику и расслабить стенки кишечника. Можно накладывать минут на 10 и спокойно в этот момент посмотреть, например, фильм или послушать новый ролик от доктора Абакумова. Третье, обязательно работайте со своим тазовым дном. Что это такое? Это движение. Движение может быть абсолютно любым. Вы можете плавать в бассейне, вы можете заниматься йогой, вы можете заниматься дыхательными практиками и гимнастикой. Тем самым делать так, чтобы ваша тазовая диафрагма тоже тренировалась, и тем самым таз расслаблялся, и кишечник у вас замечательно стимулировался. Кстати, при правильном дыхании, которая диафрагмальная диафрагма опускается, и тем самым массируется ваш кишечник, и вы получаете абсолютно бесплатный массаж. Четвертое, это ешьте больше клетчатки. Когда вы едите клетчатку, ваш стул легче будет проходить за счет улучшенной перистальтики кишечника. Но если запоры длительные, то клетчатку стоит вводить постепенно, чтобы не вызывать газообразование. Пейте больше воды, потому что твердый сухой стул является первопричиной запора. И как раз таки употребление большого количества жидкости поможет вашему стулу лучше двигаться по кишечнику. Кстати, вы знали, что люди какают неправильно. Что это значит? То, что должны быть расслаблены мышцы тазового дна. А для этого бедра должны быть выше вашего таза. То есть вы подставляете стульчик под ноги во время того, когда совершаете акт дефекации. Тогда мышцы тазового дна расслабляются, перистальтика улучшается, и ваш стул будет отходить быстрее. И это физиологично, во-первых. А во-вторых, это первая профилактика геморроя и анальных трещин. Седьмое, это иди в туалет, когда тебе нужно. Ни в коем случае не терпите и не откладывайте акт дефекации, потому что такая задержка в будущем будет вызывать запоры. Друзья, если вдруг у кого-то гипотетически из знакомых были проблемы со стулом, и вы знаете, как они с этим боролись, обязательно напишите в комментариях. Я буду отвечать на большинство из ваших комментариев, чтобы помогать и консультировать. И восьмое, избегайте обработанных продуктов. Например, фастфуд, макароны, колбаса, картофельные чипсы и картофель фри. Все это содержит мало клетчатки и большое количество жиров, которые склоняют ваш кишечник лениться и вызывают запоры. Поэтому это можно кушать, если у вас абсолютно здоровый кишечник. Но если есть склонность к запорам, такие продукты лучше убрать. А если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на мой YouTube канал и жмите колокольчик. Впереди у нас очень много интересного. Продолжение следует...